Эх, ксеноморфы вы наши многострадальные. А ведь когда-то франшиза Чужих задала тренд на ужастики в космосе. Без неё не было бы ни Dead Space, ни Metroid. Иронично, что именно я делаю обзор Aliens Fireteam Elite. Кек. То есть она очень сильно повлияла на массовую культуру, но при этом с каждым годом становилась всё более и более странным... нечто. То гротескным цирком, то ужасной и попросту недоделанной игрой, то хорошим сурвайвелом, то... Прометеем и Заветом. Метаморфозу, нужно сказать, очень неожиданной, и когда анонсировали очередную крупную игру по этой вселенной, сложно вообще было предположить, какой она получится. Нам вот было не плевать, а потому Aliens Fireteam Elite полностью пройдена, у микрофона Василий Русяев, и вы смотрите Stop Game.ru. Итак, Новые Чужие — это кооперативный шутер от третьего лица, в котором вы можете создать своё альтер-эго с помощью довольно простого конструктора. На выбор предлагают стандартный набор — пол, лица, бороды, цвета волос и даже различные голоса. Женский голос, кстати, можно отдать мужскому персонажу, и наоборот. Ну, для кого-то это может быть важно. Ассетов на самом деле не очень много, но у меня получилось сделать Нила Дракмана, за которого я и прошёл игру. Всё это, естественно, косметика, и на геймплей никак не влияет. Морпех прибывает на космический корабль Endeavor. Эта локация является хабом, где создают в видимой жизни немногочисленные NPC. По ходу игры они нагружают вас лором и разными добавками в сюжет, о которых чуть позже. Каких-то интересных активностей здесь нет вообще. Ну, можно забежать в магазин или пострелять из оружия, урона местные жители не получают, естественно. Локация-то вроде как и атмосферная, но кажется слишком уж искусственной и неживой. У персонажей нет даже какой-то элементарной мимики во время диалогов. Нужно сказать, не самое лучшее первое впечатление об игре. Если честно, я думал, что дальше будет только хуже, но крайне рад, что ошибался. Думаю, что пустота хаба в данный момент обусловлена тем, что со временем сюда добавят каких-то новых сюжетных персонажей или места, где можно развлечься вне боя. Ну, тут просто всё на это намекает. Основной геймплей, очевидно, происходит за пределами корабля, и сначала будет доступна только первая сюжетная кампания из четырёх возможных. История здесь получилась довольно обычной для вселенной чужих и наполнена скандалами, интригами, расследованиями. Идёт 2202 год. Корабль «Эндевр» принимает сигнал бедствия с орбитальной нефтеперерабатывающей станции около планеты LV-895 и отправляет туда отряд из трёх колониальных морпехов. Конечно же, завод оказывается заполнен ксеноморфами, а единственный выживший сообщает, что корпорация Вейланд-Юттани нашла на планете яйца чужих и странное вещество, названное патоген. В итоге орбитальную станцию переоборудовали для экспериментов и разведения. Но всё, как обычно и бывает, вышло из-под контроля. Военные решают устранить угрозу и отправляются на место раскопок к планете, где ксеноморфы — лишь одна из многих проблем, которые морпехам придётся решить. Возможно, даже ценой жизни. Лора в Fireteam Elite навалили знатно. Тут даже к фильмам отсылочки есть. А если успевать следить за сюжетом во время миссии, что сделать крайне сложно из-за творящегося на экране месива, то даже откроются какие-то новые подробности вселенной чужих. История звёзд с неба не хватает, но для подобной игры её более чем достаточно. И ладно, поклонникам всё это доставят, но что же может предложить игра тем, кому наплевать на франшизу в принципе? Конечно же геймплей. Играть в коопе весело практически всегда. Играть в коопе с друзьями весело вдвойне. И в новых чужих главной составляющей для отличного времяпровождения становится динамичный и красивый экшен. Пушки громко шарашат, всё вокруг взрывается, ксеноморфы разлетаются в ошмётки, разбрызгивая вокруг кислоту. Очевидно, что разработчики вдохновлялись именно второй частью фильма, которая больше боевик, чем хоррор. Некоторые локации тут вообще прям полностью повторяют визуальный стиль картины Джеймса Кэмерона. Иногда игра показывает очень красивые виды, но их не так много. В основном все события происходят на заводах, базах, подземельях и пещерах. Причём многие из них напоминают какие-то локации из фильмов разных лет. Ну и логово чужих здесь есть, как без него-то. В каждой миссии отряду морпехов предстоит добраться до конца уровня, истребляя толпы врагов. По пути нужно штурмовать большие локации или наоборот окапываться и отражать атаки. На первый взгляд совершенно ничего особенного, но дьявол, как говорится, в деталях. На одной и той же карте случайные противники спавнятся по-разному. Привет, режиссёр из Left 4 Dead. Тип особых врагов меняется, спрятанные ящики с дополнительными припасами перемещаются в другие места, а в некоторых закоулках иногда могут появиться различные записки с лором. Все же любят записки с лором, да? Ну, то есть какая-никакая реиграбельность присутствует. Каждая сюжетная кампания разделена на три стадии, прохождение которых займёт от 20 до 40 минут в зависимости от уровня сложности, коих изначально только три. Сама игра по умолчанию всегда ставят обычный, и он, пожалуй, самый комфортный для знакомства со всем, что здесь происходит. Friendly Fire отсутствует, аптечек и боеприпасов завались, да и противники подсвечиваются, если целятся с плеча. Но не стоит забывать, что вы играете в команде, а значит поведение и скилл союзников очень важны. Затупит один, и смерть обеспечена всему отряду. Сложность жара уже более интересна. Подсвечивание противников отсутствует, Friendly Fire включается, а количество аптечек и патронов становится ниже. Ну а про лёгкий уровень и говорить не о чём, там уж совсем прогулка по набережной солнечный денёк. Конечно же, это не всё, что может предложить вам игра в плане испытаний. По завершении всей сюжетки откроются ещё две сложности. Экстрим и безумие, которые превратят Firetime Elite в настоящий сурвайвл. Патронов и аптечек будет мало, враги станут жирнее, сильнее и агрессивнее, время на воскрешение союзников уменьшится, а менеджмент всех расходников станет очень важен. Но самое главное, что очень сильно влияет на геймплей, это разные классы персонажей. Их всего пять, и каждый, естественно, обладает уникальными способностями. Стрелок — обычный морпех с двумя типами оружия для ближнего и дальнего боя, кидается гранатами и может увеличивать скорость стрельбы всего отряда. Подрывник — самый имбовый класс за счёт стокового ручного пулемёта с автонавидением, наплечной ракетницы и мини-бомб, раскидывающих противников в разные стороны. Техник — пожалуй, главный слабачок из-за своего оружия ближнего боя, но в осадном деле равных ему нет. Он ставит турели и замедляющие электрические катушки. Медик, очевидно, поддерживает здоровье команды с помощью переносной станции. Её заряд, кстати, не бесконечный. Также он может накормить команду стимуляторами, повышающими стабильность во время стрельбы. Использует оружие дальнего боя и пистолеты. Последний класс — разведчик. Открывается только после прохождения всех сюжетных кампаний. Умеет запускать вспомогательных дронов двух типов. Один подсвечивает врагов на локации, а второй выдаёт боеприпасы, стабилизирует союзников и даже немного пополняет их здоровье во время убийств противника. На уровнях сложности выше среднего подходить к выбору классов придётся с умом. Даже если все из команды станут тремя мощнейшими подрывниками, то, скорее всего, они погибнут, не дойдя даже до середины уровня. Ведь аптечки и патроны заканчиваются на глазах, а вылечить и пополнить команде боезапас никто из бойцов не может. Потому придётся либо выживать с пукалкой пистолетом, либо выходить и уже нормально выбирать классы. И тут вроде как всё просто... Да не просто. У каждой профессии морпеха есть система модулей, где можно навесить различные улучшения, перки и даже изменить особые способности. Конечно же, за некоторые улучшения могут даваться и определённые штрафы. Ну вот, например, можно изменить наплечную ракетницу подрывника. Снаряды будут накладывать на противников ошеломления, и радиус их действия станет больше, но наносимый ими урон уменьшится. Навесить на персонажа сразу все модули также не получится. Ячейки для них открываются с каждым новым уровнем класса. Чем он выше, тем больше улучшений можно использовать. Система перков очень гибкая, и фактически персонажа можно лепить как пластилин под совершенно любые нужды. Всё упирается только в количество доступных ячеек и наличие модулей с улучшениями. А ещё с каждой новой миссией ваш боец получает опыт и к оружию. Прошли кампанию со штурмовой винтовкой и дробовиком, получите очки или новый опыт конкретно к этим пушкам, вместе с полагающимися бафами на точность, уменьшение отдачи и тому подобное. И этот опыт распространяется не на тип оружия, а на определённый ствол. Если Экспо всё время вливалось в какой-нибудь дробовик, а потом морпех решит идти дальше с револьвером, то стрелять в молоко он будет даже чаще, чем закрываются рубрики на стопгейме. Приобрести новое оружие, модули и расходники можно в местном магазине, а валюта для этого будет копиться во время прохождения миссии. Стволы прям очень разные. Винтовки, пистолеты, дробовики, снайперки, ПП, гранатомёты. Арсенал внушительный, а каждая пушка значительно отличается. Огнемёт вот отнимает сумасшедшее количество ХП, но пригоден исключительно для ближнего боя. Или какая-нибудь очень медленная винтовка с 10 патронами в магазине и безумной отдачей может прострелить насквозь сразу нескольких противников. Для экспериментов здесь прям поле непаханное, и выбирать оружие иной раз можно дольше, чем проходить какую-нибудь миссию. Импакт у стволов есть, хотя и не у всех. Например, стоковая штурмовая винтовка или тяжёлый пулемёт почти не имеют отдачи, и создаётся впечатление, будто морпех посылает в ксеноморфов лучи смерти, а не бронебойные снаряды. А вот какой-нибудь гранатомёт или револьвер, и звучат великолепно, и прям чувствуется, насколько с ними сложно подружиться. Оружие действительно хорошее, и если совмещать его с боевыми способностями разных классов, то можно сделать из своего бойца настоящую машину смерти. Ещё здесь есть расходники в виде всяких мин, турелей и особых типов боеприпасов. Стационарные пушки очень полезны, но до тех пор, пока у них есть патроны. Помните тот момент с обороны из второй части фильма? Вот здесь то же самое. Патроны у турелей не бесконечны, так что полностью рассчитывать на них будет слишком опрометчиво. Особые боеприпасы можно зарядить в любой момент, и они, например, способны бить врага током или поджигать, нанося увеличенный урон. Мины тоже есть нескольких типов, от электрических и замедляющих, до устраивающих натуральный биг-бадабум. Типов противников здесь довольно много. Присутствуют ксеноморфы, враждебные синтетики и патогенные существа, в том числе и люди. Чужих здесь аж 12 типов, включая королеву и лицехватов. Есть как типичные слабачки, так и жирнющие твари, способные раскидать весь ваш отряд в одиночку. Конечно же, нападают они вместе с роем бегунов, которые очень хотят кушаться. Бои с особыми типами врагов больше напоминают промежуточные боссфайты, и классно то, что их атаки действительно сильно различаются, и на высоких уровнях сложности лучше всего будет изучить каждого противника, чтобы заранее знать, как вести себя с ним при следующей встрече. Синтетики менее опасны, чем ксеноморфы, но это не значит, что драться с ними просто. Андроиды ведут себя почти как люди, используют укрытия, гранаты, расставляют мины, а иной раз в бой может вмешаться и третья сторона, и вот тогда начинается самая настоящая баталия, от которой и руки потеют, и глаза на лоб лезут. Противники сражаются не только с вами, но и друг с другом. Среди синтетиков тоже есть особые бронированные солдаты, использующие не только автоматы, но и гранатометы. А вот патогенные мутанты не особо опасны. Проблема разве что может доставить только их мини-босс, особенно если он выбегает сразу в нескольких экземплярах. Сами морпехи ведут себя довольно приятно. Они не ощущаются нагруженными танками с кучей экипировки за спиной. Выбранный класс никак не влияет на скорость их передвижения или ловкость. Они все быстро достают оружие, перекатываются и бегают. Что? Челленджа недостаточно? Тогда купите карты испытаний, которые можно активировать в лобби миссии. Купите, в смысле, за игровую валюту, а не за донат. Вам могут ограничить использование какого-то оружия, аптечек, наложить штрафы на способности класса или показатели вроде точности и здоровья. А выполнение всех условий даст дополнительный опыт, деньги и другие полезные и не очень прелести. Это развлечение больше подойдет для тех, кто прошел игру и хочет чего-то нового. Ну а теперь о монетизации. Доната в игре нет. И разработчики клятвенно заявляли, что не будет никаких лутбоксов и покупки скинов. Да, в Стиме продается издание с косметикой, но в самой игре покупать это за реальные деньги нельзя. Здесь нет даже какого-то онлайн-магазина, то есть все шкурки для морпеха и оружия вы получаете во время прохождения и поисков различных секретов. Поживем-увидим, конечно, судя по онлайну игроков не очень много. Возможно, издатель захочет ввести монетизацию, чтобы хоть как-то окупить затраты на разработку. Грустно и то, что найти случайного партнера довольно проблематично. Ну то есть как? На низком и среднем уровнях сложности игроки находятся практически регулярно. Но почему-то никто не хочет лезть в жару, и тем более в экстрим или безумие. Большинство купивших, видимо, заходят в игру, чтобы развлечься, а не получить какой-то челлендж. И это не очень хорошо, ведь, по сути, разработчики сделали две разных игры. Одна — шутерок на вечерок про убийство толп противников. Вторая — тактический выживач с менеджментом классов и расходников. И выбирается тип игры лишь с помощью сложности. Сейчас вот создается ощущение, что Fireteam Elite уже полумертвая, потому что даже на средней сложности часто вам в напарники подсовывают бота вместо живого человека. Мало людей играет, и это плохо. Да и кампании кажутся слишком скоротечными. Понятно, что планируются сюжетные DLC, но когда они выйдут, и выйдут ли вообще, учитывая имеющийся онлайн, пока не ясно. Да, кстати, пара багов мне всё-таки попалась, а самым уморительным из них был вот этот. Но в остальном всё выполнено на неплохом уровне. Видно, что у игры был небольшой бюджет, а потому какими-то красивыми вещами пришлось пожертвовать. Но в части геймплея это, на удивление, очень неплохая вещь, и думаю, что она всё-таки может заинтересовать не только поклонников вселенной чужих. Кроме того, эта игра получилась на голову выше Colonial Marines. Итак, Aliens Fireteam Elite. Это очень неплохой реиграбельный шутер, который на более высоких уровнях сложности превращается в интересный сурвайвл. Прокачка классов гибкая и проработанная. Оружие по большей части реализовано хорошо, да и искусственный интеллект противников здесь не разочаровывает. Понятно, что пушечное мясо тупое по умолчанию, но вот особые враги могут преподносить неприятные сюрпризы. Это что касается плюсов. Из минусов можно отметить скоротечность сюжетной кампании на данный момент. Очень уж примитивный левел-дизайн даже для линейного шутера и низкий онлайн. Думаю, справедливой оценкой для первого проекта студии Cold Iron всё-таки будет проходняк. Видно, что у разработчиков и руки из нужного места растут, и фантазия есть, но игре не хватает какой-то изюминки и наполнения. Посмотрим, что случится с ней через пару месяцев. Искренне надеюсь, что контента всё-таки подвезут. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на наш канал и пишите своё мнение об игре в комментариях. Увидимся на StopGame.ru Субтитры подогнал «Симон»!